Нужно успокоить панику, снять, и, конечно, нужно отдавать себе отчет, с чем мы имеем дело, нужно это делать. Мне доводилось быть в Чернобыльской станции, о сталкерах вы говорите, там работают бригады ребят, еще из НЕФИ, по-моему, они еще с первых дней ликвидации последствий, они до сих пор постоянно устраивают рейды внутрь этого реактора, где радиация сумасшедшая, конечно же, там нельзя находиться больше одной минуты для того, чтобы исследовать, что там сейчас происходит, добыть образцы и прочее. И это на протяжении уже 25 лет происходит, и там есть среди них уникальные ребята, и они живы, и, в общем, если это все делается под контролем, если это все делается разумно... Четко отмеренный промежуток времени пребывания человека. Конечно, дозы, да, чтобы не превышать, дозы допустимые, это, в общем, все можно делать. Единственное, что, конечно, это должно быть открыто, должна быть информация у людей, которые там будут жить и заселяться, и это должно быть по контролям соответствующих медиков. Но вот вы считаете, что атомная энергетика должна продолжать развиваться, но почему? Вот нет другого альтернативного выхода, что ли? Да, вопрос в связи с тем, что мы должны оценить те риски, да, мы действительно должны всегда оценивать риски, с которыми мы сталкиваемся, и что будет, если, допустим, отменить ядерную энергетику, просто ее запретить. Вот я бы хотел посмотреть на картинки, первую картинку, если можно показать. Эта картинка из книги одного австралийского эколога, на самом деле, он по образованию биолог и занимался многие годы экологическими проблемами. И вот здесь нарисовано в том числе добычей топлива. И вот это с левой стороны, это как бы статистические данные, то, что было, а справа это прогноз на будущее. Так вот здесь изображено потребление человечеством в целом ископаемого горючего. Это уголь, нефть и газ. Они составляют львиную долю ресурсов, которые мы сейчас потребляем для производства электроэнергии. Больше тысячи лет человечество практически не трогало эти ископаемые, а вот буквально при тысячном году. Нет, назад, пожалуйста, если можно. На самом деле, да, вы видите вот этот резкий подъем, он связан с революцией, промышленной революцией конца 19-го и 20-го века. Этот резкий подъем, он связан вот с этими вещами. Но ресурсы земли к концу 20-го века стало ясно, что ресурсы земли, особенно вот в топливные ресурсы, ограничены. Человечество растет, увеличивается численность населения каждые 50 лет вдвое. Но если верить вашей картинке, то уже буквально через пару десятков лет уже просто мы вынуждены будем сокращать потребление ископаемого. Мы не будем вынуждены, это произойдет само собой, потому что эти ресурсы просто начинают иссякать. У нас не будет выбора. Да, нефти и газа человечеству, по оценкам энергетического международного агентства, осталось от 30 до 50 лет. Это разведанные запасы. Конечно, есть еще неразведанные, которые, наверное, появятся и немножко эту цифру могут подправить. Но, во-первых, они будут труднее добываться, а значит дороже стоить. А во-вторых, их все равно, ну пусть на 100 лет хватит, но все равно через 100 лет возникнет проблема. И вот этот обвал, так сказать, может быть, немножко отодвинется. Здесь он специально, видите, масштаб такой взял довольно грубый такой, большой масштаб временной, чтобы не очень уточнять. Вот следующая картинка, да, угля останется лет на 200-300 запасов разведанных, поэтому вот там плавный как бы спад. Вот эта картинка в деталях больше показывает вот этот как бы расклад вот по энергетическим ресурсам, которые мы пользуемся. Видите, нефть, газ и уголь составляют львиную долю вот нашего для снабжения энергии человечества. Да, биомасса, сюда входит древесина и всякие продукты жизнедеятельности, там, навоз, там, торф лесной и все прочее. Гидроэлектростанции, обращаю ваше внимание, гидроэлектростанции это возобновляемый, из этих всех единственный возобновляемый источник энергии. Вы видите, сколько он составляет, это проценты буквально. И атомные электростанции нарисованы, самая верхняя картинка. Это вот статистика по годам, это уже реальные факты. До вот нынешнего времени. И следующий, пожалуйста, рисунок, если можно. Да. А вот здесь уже идет вот этот подъем, изображен уже как бы в разрезе и показано, с чем он связан. Видите, сначала был только уголь, потом появилась нефть, потом начали газ активно использовать. Но после 2000 года мы видим, что идет насыщение по ископаемым источникам. И потребности человечества растут непрерывно. В 1950 году удвоено будет число населения по сравнению с 2000-м. А энергопотребление возрастет в три раза, потому что люди хотят жить лучше. То есть мало того, что численность растет, еще и растет потребление. Потребление энергоресурсов на душу населения является главным определяющим качество жизни в каждой стране. Есть прямая зависимость, можно посмотреть. То есть тот футуристический такой сценарий, где люди борются за каждый бак бензина, как в фантастических фильмах. Да, боюсь, что к этому все, если мы не найдем каких-то источников, которые действительно смогут компенсировать вот это исчезновение угля, нефти и газа. На самом деле, еще Менделеев сто лет назад говорил о том, что кощунство на самом деле тратить это, сжигать нефть, уголь и газ. Потому что мы обкрадываем тем самым своих потомков, потому что это уникальный биологический ресурс для химической промышленности. Нефть и газ, ничем их заменить нельзя на самом деле. То, что мы их сжигаем, это просто расточительство колоссальное. В последнее время очень много говорят о возобновляемых источниках, вы знаете, о ветряных генераторах, о приливные, волновые, солнечные батареи. Вот здесь... Да, это альтернативные источники. Да, казалось бы, возобновляемые. Ресурс, который у нас всегда будет. Заменить эти ресурсы ископаемые. Это очень красиво звучит, но надо себе отдавать отчет, насколько они эффективны, настолько они экономически доступны и эффективны. Потому что все вот эти перечисленные, ну, солнце, зависит от того, сколько солнечных дней в году. Далеко не во всех широтах это эффективно использовать. При том, что стоимость электроэнергии, вот одного киловатт-часа, добытая вот на солнечных батареях, в 4-5 раз дороже, чем газовая или атомная. Атомная одна из самых дешевых, ядерная энергетика. Вот, она сравнима с газовой, ну, примерно одинаковая. Газ и нефть, вот, но все, ветряная раза в 2-3 раз дороже получается, чем ядерная энергетика. И, опять же, ветер то есть, то нет. И громадные площади необходимо отводить для того, чтобы обеспечить, так сказать, вот достаточной мощности энерговооруженности. Да, безусловно, нужно развивать и то, и другое. Вот эта картинка, да, простите, назад, показывает вот сравнительные характеристики по стоимости каждого, извините, она на английском, значит, вот видно внизу это ядерная, выше уголь, еще выше газ, это вот в копейках, нет, в центах, прошу прощения, цент за киловатт-час электроэнергии. Дальше идет нефть, и после этого идут вот возобновляемые источники, это ветер, ну, ветер морской, да, и солнечная оказывается самая дорогая, она в несколько раз дороже, чем ядерная энергетика. И опять она капризная. И на самом деле тоже не надо обманываться насчет чистоты этой энергии. Да, как бы светит солнце, и мы получаем электроэнергию, но для того, чтобы произвести вот эти солнечные батареи, а это полупроводники на силиконе основаны, вот, вот, это очень грязное производство, на самом деле тоже, и они, в них еще обязательно присутствует кадми, который тоже вредный, вредный, как бы, элемент, и который потом утилизировать тоже проблема возникает, и, в общем, не все так хорошо. Ветряная тоже, казалось бы, дует ветер, все вращается, вы получаете бесплатную электроэнергию. Это тоже, конечно же, не так, но, во-первых, не бесплатную видно уже отсюда. Производство этих машин, их обслуживание, их содержание, площади, которые нужно отдать под то, чтобы установить эти машины, экологический вред тоже от них есть. Ну, известно, что птицы гибнут вот под этими лопастями, очень много на самом деле. Ну, это уже, как бы, вторичные... То есть, этим вы хотите показать, что тормозить развитие атомной энергетики просто категорически нельзя, потому что человечество столкнется с тем, что энергоресурсы исчерпаются и ископаемы, и мы просто останемся практически без света и без средств существования. Да, и на самом деле, как бы, есть вот крайние зеленые, да, которые говорят о том, что надо идти в природу и вот жить в... Даже вот, ну, я уже крайность возьму, да, крайность, это тоже нереализуемо на самом деле, потому что одна семья может уйти в лес, так сказать, построить шалаши, жить там. Все человечество уже не может. Мы уже давно вышли из равновесия, естественного равновесия с природой, и численность населения уже не прокормится обычным, так сказать, экстенсивным способом, только интенсивным. Сейчас мы видим последствия радиофобии для атомной энергетики, как затормозилось развитие. Да, вот в том-то и дело, что после Чернобыльской катастрофы вот эта волна радиофобии, она остановила развитие, вы знаете, в Германии прекратили строительство новых и даже свернули исследования, хотя Германия, в общем, один из лидеров была по технологиям, в Америке прекратили строить. И вот, ну, вы видите, что вышло на плато, и, в общем, число электроядерных реакторов, вот это синие, это активные, а серые, это то, что строились, вот сильно затормозилось. Мы потеряли и в исследовательских работах более 20 лет. На самом деле, вот буквально пять лет назад началось то, что называется ядерным ренессансом, то есть руководство там ведущих стран схватилось за голову, когда осознали, в общем, что альтернативы, на самом деле, реальной альтернативы нет. Вот я прошу прощения, я там не обратил внимания, вот на, если можно вернуть картинку с, еще одну, еще одну назад. Вот это реальные, слева стоят реальные цифры современного состояния, 2008 год. Синее, это гидростанции, а все остальное, видите, желтенькое, зеленое, это вот солнечные, геотермальные, ветряные. И в 2020 году прогноз, вы видите, по сравнению с гидроэнергетикой, это все равно будут только, ну, часть, одна треть примерно, все остальные вместе взяты. А гидроэнергетика, мы с вами видели, составляет меньше, ну, несколько процентов от всего общего. То есть, проблемы это явно не решает. Поэтому альтернативы... У нас остается буквально одна минута. Ваши выводы? Альтернативной ядерной энергетики нет. Вот, вывод такой, что да, альтернативные источники есть, но альтернативы ядерной энергетики, по крайней мере, в 20-м веке, в 21-м веке, нет, не видно. Поэтому нужно... А безопасность этой энергетики? Вот, поэтому главное, главное, что нужно сейчас делать, конечно, нужно развивать все, все альтернативные, и локально они где-то вполне уместны, и даже, может быть, наиболее удачные там где-то. Вот, но в целом по миру нужно выделять большие средства и развивать именно деньги, направлять на создание так называемых новых типов реакторов, новых видов ядерных реакторов. Это реакторы, прежде всего, четвертого поколения. Есть международная организация, которая так и называется. К сожалению, Украина туда не входит, и поэтому мы можем остаться на обочине. Вот, там речь идет о совершенно новом уровне безопасности этих реакторов, и, конечно, нужно этим заниматься. Есть, в нашем институте, вот нашей группой тоже ведутся исследования в этом направлении. Это не совсем Generation 4, не совсем четвертая генерация, это, скорее, нечто рядом. Это очень интересное такое явление, основанное на безопасный быстрый реактор, ну, безопасный, как бы, условно, с так называемой внутренней безопасностью. Это вот требования к новому поколению реакторов. Эта идея была высказана еще академиком-феактистовым в Москве, Курчатовский институт. Вот как раз после Чернобыльской катастрофы он озаботился очень, нет ли возможности создать такой безопасный принцип работы реактора и предложил очень интересную идею, которую мы вот тоже развиваем сейчас и у нас довольно большие, так сказать, успехи в этом направлении. Ну, может быть, об этом в следующий раз. Процю идею, это будет окремая, я думаю, программа еще, и мы поговорим с нашими вченами. Дякую вам за разговоры. Я нагадаю, сегодня в зеркалине был Сергей Фомин, кандидат физико-математичных наук, старший науковый співробитник Институту теоретичної фізики имени Ахієзера. До побачення. Всего доброго.